В Самаре с 5 апреля до 30 сентября ограничат движение транспорта на улице Чернореченской от Владимирской до Спортивной. Там будут проводить работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На Чернореченской в этом году запланирована работа на инженерных коммуникациях и обновление системы освещения. В загородном парке ожидается новоселье пернатых. Школьники юнаты изготовили 30 скворечников. Сотрудники Самарского лесничества помогли ребятам закрепить домики для птиц на деревьях. Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». В двух муниципальных районах Самарской области введен режим ЧАЭС. В Большеглушицком и Волжском. В 13 действует режим повышенной готовности. Подтоплены 8 низководных мостов, 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков. Эвапуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. С 5 по 9 апреля «Ласточку» между Самарой и Тольятти заменят другими электричками. Это связано с производственной необходимостью. 5, 6, 7, 8 и 9 апреля поезд из Самары в Тольятти отправится в 14 часов и в 19.05, обратно в 17.05. 6, 7, 8, 9 апреля электропоезд из Тольятти в Самару отправится в 6.34. В предстоящие выходные ГИБДД проведет рейды на дорогах региона. Будут выявлять водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Также сотрудники полиции будут пресекать нарушения превышения скорости, выезда на встречную полосу, контролировать правила маневрирования. Минпросвещение и Рособоронадзор опубликовали обновленный проект расписания ЕГЭ с учетом возможности пересдачи. Основной этап госэкзаменов стартует 23 мая. В этот день школьники сдадут географию, литературу и химию. Для пересдачи ЕГЭ с этого года выделят два дня – 4 и 5 июня. Не все супы одинаково полезны, рассказывают диетологи. Предпочтение нужно отдавать супам, приготовленным на овощном бульоне. А от жирных блюд и наваристых бульонов лучше отказаться из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Суп лучше готовить с добавлением бобовых, например, гороха, фасоли или нерафинированных круп. Это позволит обогатить блюда растительным белком и клетчаткой.